9 Ребята, вопрос не в этом, сколько, чтобы стать чемпионом или нет. Просто вот тот вопрос, который был задан перед этим, да, о нравственном счете, он сегодня, ну, наверное, опять же, за счет нашей жизни и за счет обмана. Большого обмана. Когда-то мы все жили в одной стране и думали, как нам говорили, от каждого по способности, к каждому по потребностям. А потом оказалось, что наши родители оказались выброшенными из этой жизни и стояли с протянутой рукой, чтобы какие-то деньги получить. И то, что ребята сегодня зарабатывают деньги, и то, что они в конце концов думают, что Спартак или Арарат, а мы говорим и о сегодняшнем дне, в данном случае об армянском футболе, в конце концов уйдут и рядом их не будет, откровенно говоря. Да, слава богу, ребята-киевляне при Киевском Динамо находятся. Многие спартажницы не находятся при Спартаке, на самом деле, и не в лачах какое-то существование, но живут не очень хорошо. И поэтому они сегодня зарабатывают. Но при этом, когда я сегодня вижу, как Зюба разменивается на то, чтобы не 3 миллиона евро получать, а 3 300 получать, да, при этом он воспитанник Спартака, и уходит неизвестно куда, и будет ли он там играть или нет, я, например, с этим не соглашусь никогда, потому что у нас у всех нравственные какие-то корни от наших родителей, от воспитания страной совершенно другие. Или Гранат, или мальчик Соловьев, там, в Динамо, которые ушли в Питер, и Юсупов сейчас, в воспитании динамовские, то же самое, посматривает, как в Питер перейти. Мы, наверное, все-таки мы, мы были не только игроками Динамо Киев, или Спартака, или там, ЦСКА Динамо, мы были еще и болельщиками этого клуба, играя в этом клубе. И мы бы, наверное, не стали бы размениваться. Поэтому нас узнают на улице, поэтому вот здесь сидит такая компания выдающихся спортсменов, а вы собрались в таком количестве. И для нас, возможно, вот ваша любовь и ваше присутствие здесь, это деньги, создающие 300 тысяч, которые тут же зубы заработают. Поэтому нравственные вот эти основы, они все равно остаются. И не случайно тут же Харем Аганисян для вас, для всех это лично. А смотрите, какое поколение, ну мы не говорим иностранцы, да? Кто-то, может быть, и не знают. Знают, что это армянский футболист. Но мы-то все, которые приехали, мы же знаем, кто такой Харем Аганисян. Я вам расскажу сейчас одну байкную историю, но это бы на самом деле. Это 82-й год. Лёд, ты, наверное, участвовал в чемпионате мира, да? Это Юра Гаврилов рассказывал. Там было человек 5-6 киевлян, там было человек 5-6 спартаковцев, и было столько же, или 3-4 там друзей. И один только армянин был. Ну понятно, о чем мы говорим в данном случае. Юра Гаврилов рассказывает, значит. Бесков в какой-то момент, понимая, что не может управиться с киевлянами и с тбилисцами, пошел в ЦК партии, он был тренер, и сказал, я хотел бы, чтобы он был царевым вверх. И тогда добавили Лобановского и Халкаса. И вот идет установка на игру. По-моему, даже с кими же бразильцами. Это не сам видел, это Гаврилов рассказывал. Это вот я говорю о личности, из-за которой мы здесь собрались. Бесков делает установку в спартаковский футбол. Играть в стеночки, играть в забегание туда-туда. Заканчивается все. Харен идет по коридору, выходит из своего номера Лобановский, говорит, зайди сюда. Ты не слушай особенно этого старого человека. Говорит, надо по краям пробегать, прострелы, там на точке побегут люди, туда-туда-туда. Он выходит, дальше, а кавказцы выходят, поедут сюда. Они нас не понимают, нас кавказцы. Значит, проходишь, сидишь, то-то-то-то делает. Я к чему разговариваю, когда ты расскажешь? Не о том, какие тренеры были, а о том, что этот человек каждому из этих тренеров нужен был. И каждый видел его по-своему. Ну и последнее, что я хотел бы сказать. Не случайно еще раз повторяю сюда. Столько великих футболистов прошлого, наших, Советского Союза, в прошлое приехало. Это наше уважение к Армении, к представителю Армении. Поэтому я могу сказать только одно. Я так же, как Антон Федорович, я рад, что я опять приехал в Ереван и вышел на эту площадь. Когда-то первая моя поездка в 69-м году была в марте месяца. Мы через Ереван ехали на турнир в Иран. Мы в Иран ехали, здесь же ехали на каком-то поезде, я помню. Но мы в этой же гостинице жили, и она, по-моему, называлась... Или Ереван, по-моему, она называлась, старая времена. Или Армения. Армения называлась, да? А сегодня я с радостью опять в Ереван. Спасибо большое, Ереван. Спасибо большое, Ереван.